Смотрите, я вся красненькая. Записала для вас комплекс по массажу. Посмотрите, какое уже свеженькое лицо. Массаж вообще идеально действует. Сейчас я с вами побуду в эфире и выложу видео с массажем. Поэтому все записала, как и обещала. В общем, что со мной сегодня приключилось? У меня же была сегодня работа. Я поехала на работу. Я должна была йогу преподавать детям. Приезжая на работу, детей нет. Я звоню ребятам и говорю, скажите, а детки-то куда делись? Ой, Саша, прости, у них день учебы. Меня не предупредили. Я всегда очень спокойно к этому отношусь. Бывает такое, ну, закрутились, забыли. Я никогда не злюсь. Я говорю, ну, значит, вселенная так решила. Спасибо большое за это. Значит, у меня сегодня будет выходной. Еду в великолепном приподнятом настроении. И мне звонок на телефон. Вот сейчас звонок. А я причем еду и думаю, что бы мне сейчас приготовить на обед. Потому что я не знаю, я хочу есть. Я голодненькая. Что бы сейчас приготовить? Думаю, может, курочку сделать, либо морепродукты, что-нибудь такое. Прямо. И в эту секунду раздается звонок по телефону. Алло, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Это вас беспокоит из ресторана суши. Мы, у вас есть купон на тысячи рублей, и мы можем вам сейчас привезти заказ суши. Я говорю, да? Я говорю, прекрасно. А я только думала, что приготовить. В общем, на тысячу рублей. Ну, конечно, тут чуть меньше получилось. Не тысяча рублей. А тут получилось... А, 990. Ну, практически тысяча рублей. Я заказала себе два сета суши. Вот слушайте. И думаю, ну, надо же, как вселенная, как вселенная посылает мне какие подарки. Кто-то мне такое сделал, такой подарок. А это ребята сделали мне такой подарок и сказали, что, Санечка, вот тебе суши, извини, пожалуйста, нас, там, то, что мы не предупредили. Это было так приятно. Я говорю, да ладно, спасибо вам огромное. Вы не поверите. Я как раз думала, что приготовить. И сейчас у меня просто чудесный обед суши. Вот какая же все-таки вселенная прекрасная. Когда ты ее благодаришь за все, когда ты действительно говоришь спасибо. Да ладно, ничего страшного. Что бы там ни было, сейчас будет другим заниматься. Ну, это круто вообще. И вот сейчас я решила с вами выйти в эфир. Мы сейчас быстренько с вами поедим. А потом я как раз-таки выложу, смотрите, как личико сразу раз после массажа, чудесное. Выложу массаж, и вы еще позанимаетесь, сами сделаете себе массажик для лица. И будете вообще красотками и красавцами. Кстати, мужчине тоже нужно, можно делать массаж для лица. И тоже попробуйте, это очень приятно. О-о-о, вот тут такие у меня суши с лососем. А это филадельфия с угрём. Я не знаю, я не пробовала филадельфию с угрём. Сейчас будем все с вами пробовать. Жалко, конечно, вас нет со мной рядом. Можно было бы сейчас вместе, понимаете, пообедать. Но я вам сейчас точно расскажу, как это. Как это вкусно или нет? Как это, как это? Ну, я думаю, что будет вкусно. Я в это верю. Причем вы не поверите тоже. Вот слушайте, вот все желания исполняются, клянусь. Я вчера ехала и думала, как же я суши хочу. У нас открылся ресторан новый, Джимми Чу называется. И думаю, вот там суши есть, надо будет поехать съесть суши. А вот мне ребята подарили суши. Спасибо им огромное. В общем, мои родители просто суп... Родители, просто тут написано по родителям. Ребятки у меня просто супер. Это на кого я работаю. Это они создали эту школу. Ну, уникальные люди. Вообще памятник, конечно, им нужно ставить. О, васаби! О, васаби! Ну, ладно, без васаби. Васаби не положили. Я тоже сейчас сушу захожу. Тоже не знала, что приготовить на обед. Так, а я знаю, что я вместо васаби сделаю. Вы знаете, я никогда не унываю. Если что-то идет не так, как ты запланировала, ничего страшного. Мы сейчас все сделаем по-своему. А я вместо васаби возьму... Я же русский человек, да? Все-таки я русский человек. Поэтому я возьму горчицу вместо васаби. И в осаде, и в досаде. И съем с горчицей вместо васаби. Так, мы сейчас вот так вот попробуем. Я с горчицей, правда, никогда не ела. Но мне кажется, что это будет, в принципе, то же самое. В васаби и горчице там далеко не... Так, пахнет вкусно. Сразу извиняюсь, они большие. Мой рот сейчас будет расширяться. Всем приятного аппетита. Это очень вкусно. И с горчицей чудесно. Чудесно. Так, свежак все. В общем, все свеженько. Очень все вкусненько. Пробуем другой ролл. Вкусненько. Ну вот сыр я уберу. Потому что сыра я не хочу. Ой, какая тут красота под сыром. М-м-м. Смотрите. М-м-м. Красная. Это я записывала вам комплекс массажа. У меня реактивная кожа. Как только прикасаюсь, очень сильно краснею. Поэтому не пугайтесь. Массаж для вас записывала. Ну и сама сделала для лица. Сейчас выложу, споем. И все выложу. Саш, почему у вас в груди и шеи... То, что сказала. Массаж записывала. Реактивная кожа. Да? Ко мне прикоснешься, я краснею. Очень сильно. А хоть раз что-то вкусное было, что вы кушаете. А, невкусно? Конечно. Еще бы. М-м. Даже то, что я готовила сама. Ой. Ой. Я бы не смогла есть на камеру. Конечно, мы все разные. Ой. А мне кажется, что я очень люблю... Почему я ем на камеру? Объясню. Потому что мне это очень нравится. Я обожаю смотреть, как люди едят. А обожаю. Я прям кайфую, расслабляюсь. Поэтому я делаю то, что я сама люблю. Я же как, по себе сужу. Мне же это нравится. Поэтому я и показываю. Потому что я от этого кайфую. А тот, кто не любит, поэтому вы выходите из эфира. Вы видите? Девчонка ест суши. Вы понимаете? Блин, я ненавижу смотреть, как люди едят. Все, уходим. Даже не разглагольствуем. Зачем? Почему? Какая вам разница? Зачем? Почему? Я же ем. Я вас не заставляю. Можно подумать, вас заставляют на меня смотреть. Нет. Для меня не важно, суши, роллы. Я называю все суши. Я по старинке. Ну да, это роллы. Но я называю суши. Уж простите. Ну простите. Не думаю, что большая будет разница. Суши ли это или роллы. А то все равно залетает, как с добрым утром. Ешь с удовольствием. А кофе с котлеты на обед ем. А, кофе с котлеты на обед едите. Приятного. Пишите, что у меня там что-то под носом. Ну, у меня какая-то фигня под носом всю жизнь. С 18 лет. Я не могу от этого излечиться. У меня сезонно постоянно высыпает. Сколько я врачей обошла? С 18 лет, мне 37. Понимаете? Каждый год. А в 18 у меня очень долго было. Три года подряд. То есть я вся ходила красивая. Уже не знаю, как я ставлю диагноз. Поэтому я не парюсь. Да не маскирую, конечно. Ну что, прыщей, что ли, вы не видели? Ну что, обалдели, что ли? Ну, всех и прыщи, и все. Почему нужно это маскировать? Когда маскируешь, поры забиваются. Ну, иногда я могу замазать. Да нафига замазывать? Ну, есть у меня прыщи. Ну, что теперь делать? Чего постоянно об этом говорить? Есть и есть, да и пусть будут. Пройдут. Я верю в это. Все пройдет. Все пройдет зимой холодные. Однозначно. Должно пройти. На самом деле, очень круто, вот для меня лично, честно, для меня. Не знаю, как для вас. Когда я перестаю чего-то стесняться. Всю жизнь стеснялась этих прыщей. Всю жизнь замазывала. Господи. А потом умоешься, почешешь, а у тебя эта замазка сходит. Ты начинаешь переживать. Ты думаешь, а там какая-то страшная. Сейчас я понимаю, а что скрывать? Я не идеальна. Далеко. У меня столько изъяну, что можно с ума сойти. Неужели я буду из-за прыщей каких-то переживать? Я только что сделала массаж, вышла к вам. Куда я пойду? Замазывать прыщ? Да нахрена мне это надо? Если вам не нравится, ради бога. Вот дверь, вот порог. Вперед. Ну, вернее, не дверь. Кнопка выйти из эфира. Вон, крестик сверху нажмите. И вас прыщи им обеспокоить не будут. Люди, конечно, очень странные. Создание. Крем, не крем, гель от прыщей. Мне поставили углевую сыпь. И прописали эфезл гель от прыщей. Эфезл гель. И я постоянно мажу, проходит, но сразу предупрежу, что этот гель, он очень реактивный. И он очень сжигает кожу. То есть, по первости, у меня прям были покраснения, как вот прям ожоги. А сейчас нормально, я локально мажу. Но они все равно попадают. Ой, выскакивают. Как мне сказали, что это есть в каждом организме, но, к сожалению, вот у тебя он появился. А уходят они у меня летом, когда солнышко припекает, у меня уходят эти прыщики, у меня чистое лицо. А как только солнышко у нас больше не греет, они у меня скакивают вновь. Море, конечно, и солнце. Мне очень лечат эти прыщики. Но я уже не парюсь. Чего париться? Я вот сейчас еду в машине, размышляю, думаю, господи. У меня, значит, всегда волновала моя внешность. Я абсолютно перфекционист. Мне нужно было всегда быть идеальным. Потому что корень, если вдруг прыщик, если волосик, все, ты с ума сходила я по этому. Сейчас я иду и думаю, господи, когда же я научусь, по-настоящему научусь, вообще не обращать внимания на свою внешность. Главное быть чистой, опрятной. Главное нести в этот мир добро какое-то. Чтобы от тебя исходил свет. Кому нужен мой корень? Кому нужен мой прыщик? Это я сама собой рассуждаю. И меня вот стало, конечно, беспокоить, то, что там лицо уже не такое молодое, как раньше. Раньше было все такое натянутое, подтянутое. Сейчас, конечно, уже, ну, нет такого и тонуса, и так далее. Думаю, Саша, ведь не в этом, блин, счастье. Не в твоем лице, не в твоих прыщах. Счастье-то совсем в другом. Счастье в уюте, в доме, когда ты чем-то занята, когда ты что-то делаешь. Вот в этом счастье, в этом процессе. Это внешняя вся оболочка. И, кстати, я сегодня, вот я думаю об этом, и, извините, наткнулась в инстаграме на аккаунт женщины, ей 57 лет. У нее роскошные длинные волосы, у нее фигура девочки. И она везде, в каждом посте, она выкладывает такие ролики, она в Одессе живет. И она без слов, просто музыку накладывает, и она идет. Красивая и так далее. И ее спрашивают там, а почему вы указываете везде возраст? Она говорит, а потому что я хочу сказать женщинам, что возраст – это не панацея. И она пишет, что мне 57 лет, у нее великолепность со спины, она просто девочка 20-летняя. Ну, а, конечно, лицо уже видно, что... И она написала в одном посте, мне очень понравилось. Хочу с вами поделиться. Возраст не в морщинах. А возраст в вашем стиле одежды. Она очень молодежно одевается, у нее такие короткие кофты, джинсы с высокой талией, кроссовки. То есть очень молодежно. И действительно, где-то она права. Ну и, конечно же, у нее волосы, фигура. Она говорит, я 57 лет, занимаюсь постоянно в зале. У нее фигура бомба вообще. Ну, в общем, у меня это, конечно, запало как-то. Потому что я такой человек, который вечно страдает, понимает, что у меня что-то не то. А вот как-то... И знаете, мне сегодня удалось, благодаря этой мысли, как-то немножко выше подняться. Выше подняться над своими проблемами. Над своими какими-то неуверенностями и так далее. Я прям почувствовала, как-то мне легко становится, легко себя воспринимать. У каждого свои тараканы, да? У меня есть тараканы по мне. Это просто мой таракан. Я ни в коем случае никому его не собираюсь отдавать. Я просто рассказываю, какие тараканы у меня есть в башке. Я не знаю, какой аккаунт девчонки нашла, нечаянно вылезла она у меня в ленте. И я перешла. Нечаянно. Не знаю, я не подписалась. Если увижу, скину. А, кстати, может быть, на фоне стресса написали. Возможно. Вы знаете, я стала как-то подзабивать. Абсолютно. У меня еще буквально месяц это парило. Чуть меня не парит. Я думаю, что, может быть, действительно это на фоне стресса. Знаете, мои выступания. Я же стрессую постоянно. У меня что ни день, то стресс. Так устала от этого. Так не хочу больше. Да, нафиг надо. Надо жить. Блин, надо просто жить. Вот здесь какие подарки судьбы. Раз из ушей появились. Кто мог подумать? Ну, это вкусно. А я смотрела дневник памяти. Мне очень понравился этот фильм. Прям очень. Классный фильм. Саша, да все с тобой в порядке. Умный, воспитанный. Мы с тобой полностью согласны. Мы не должны всем нравиться. Конечно. Абсолютно. Упаковка. Вот здесь. Это картина стоит. Картина, которую мы будем завтра вешать на кухню. Да что вы опять про мужа и детей? А, ну тут это бесполезно. Это уже диагноз муж и дети в моем эфире. Они будут постоянно о них говорить, люди. Написали аккаунт этой женщины. Анна Бородина. Напишите. Представьте комментарии. Страхи. Написано. Есть ли страхи или все проработано. Дофига. Но я прорабатываю сейчас. Мы не можем жить без страха. Понимаете, что если у нас не будет страхов, тогда у нас не будет инстинкта самосохранения. Зачем человеку дан страх? Чтобы, образно говоря, когда будет пропасть, ты не пойдешь по краю пропасти. Потому что ты будешь бояться. Если бы у нас не было страха, мы были бы роботами. Поэтому страхи будут всегда. Это здоровое, нормальное состояние бояться. Но то, что люди стали бояться что-то потерять. То есть мы стали зависеть просто от вещей и от людей. От привязок. Ну, а кто-то внешностью, понимаете, там, страдает, как я. У каждого свой страх. Но круто, когда мы учимся эти страхи отпускать. А оставлять только здоровые страхи. Страх за собственную жизнь. Страх за близких. Страх за детей. Это другое. Но мы стали бояться за все. Это потеряем. Работу мы потеряем. Этого мы лишимся. Этот нас бросит. Вот чего мы боимся. То есть это такие все глупые страхи. Потому что главное, что ты в порядке. Вообще, по идее, мы должны бояться только за свою жизнь. За жизнь детей и своих близких. Как-то себя оберегать. То есть я имею в виду, нормально, когда ты чувствуешь себя плохо. И ты идешь к специалисту. Потому что ты боишься. Потому что ты понимаешь, что без твоего здоровья кому ты будешь нужна больная. Поэтому свое тело нужно держать в порядке. Это супер страх, когда ты боишься. Идешь к специалисту. А не занимаешься самолечением или чем-то еще. Когда ты знаешь про себя все. Когда ты обследуешь свой организм. И так во всем. Вот есть люди, которые, например, ездят на автомобиле. Вот к ним садишься. И ты спрашиваешь. Блин, а что это у тебя стучит такое? Ты такой, да, надо поменять детали. Я говорю, почему ты не поменяешь? Ты дым-дым-дым-дым. А, неважно, я потом поменяю. То есть что это говорит? И люди так же относятся к своему организму. У меня это очень сильно болит. Я говорю, а ты ходил? Нет, я не пойду. Почему? Да что они мне там скажут? Я там все знаю уже. А потом люди получают неприятные сюрпризы. Я считаю, что лучше бояться вот этого, чем бояться чего-то. Ну, что вот народ в основном боится. Я чего боюсь в основном? Постареть, умереть, потерять, лишиться чего-то. Магия утро, конечно, читала. Конечно. Так, у вас прям какая-то своя дискуссия идет. Ребят, я наелась. Спасибо вам большое, что были со мной. Всем приятного аппетита. Прощаюсь, эфир, сохраню. И сейчас я выложу комплекс для лица массажный. Простей. 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 Продолжение следует...